всем доброй ночи дорогие мои вот уже 7 часов вечера приехал как говорится немножко пришел себя на улице прохладно но зима и зима спасибо большое за комментарии за предыдущие мои ролики но я в каждом ролик своем стараюсь говорить все как есть своими словами без всякой подготовки без всяких сценариев каких-то там заранее говорят готовиться люди надо готовиться монтажировать то-то все нет этого я не могу и делать ну это и это как-то уже получается как-то искусственно как это раньше тоже не так уже уважали людей которые бумажки все читается все какой-то доклад ну когда конечно сифры когда надо это конечно памяти не остается человек вообще-то должен говорить своими словами все как есть что у него на душе все все вот вот когда сифра касается сифры какие-то даты тогда да может человек это самое тогда надо бы воспользоваться как бы скажем писаниной вот поэтому я всегда стараюсь говорит все как есть ну опять же у меня комментариях нет нет да всплывает политические темы какие-то я уже говорил вам что я эту тему не люблю дело не в том что как многие говорят если ты не займешься политика политикой тобой займется это тоже я согласен знаете я хочу одно сказать да вот я говорил прошлом ролик про либерализм да при либерализме знаете я уже говорил вам что если мы хотим чтобы у нас и правители и депутаты все остальное короче власти муж и были как говорится хорошими как мы хотим да мы даже сами соответствием этому общество должно созреть как свое время помню двухтысячных годах у меня в томске был один дед такой друг он бы 14 года рождения кстати он всегда говорил что он год я родился в год когда началась гор первая мировая и тарас вот он грузовики оказывается ездил все время вот я готова лагерной системе газика взял начала год наших потом год пленных одна работа на всем и рассказывал все про жизни человек уже было под 90 лет вот и он рассказывал такие истины вот его слова я до сих пор помню он говорил что с нашими людьми говорит слабину давать нельзя абсолютно слабин слабинку давать нельзя наши люди говорят не понимает это дело вот я говорю тарас у вас ягод сколько людей вот здесь сидели вот вы говорите возили большинство же не за что я говорю это самое он вот это слово я не люблю ни за что ты любого спроси любой скажет он ни за что сидит вот наши люди горят портится только горят к власти к любой власти доберутся горят портится вот наши люди горят власть к варит принимает как кормушку любая год это и молодые годы старые вот такие вот это рассказывают мне даже тогда тогда мне было немного смешно хотя тогда уже тоже мне было уже за 40 же лет он говорил это если наши год люди спросит год даже зимой идешь к варит погреб куда идешь не говори что ты горят погреб идешь скажи что горят ты идешь копать картошку пусть горят думает где же он зимой копать копать картошку то будет но не говори горят что погреб идешь почему я горят так это нашим людям верить нельзя вдруг он горят около погреба тебя будет ждать горят обухом по голове такой дед был понимаете я его слова иногда вспоминаю да вот он любого нашего даже который скажет говорит а я завтра жизнь вашу изменю все такое его горят поставь через недельку говорит или на следующий день говорит он изменится только власть говорит этому человеку дай я по этому поводу помню первые годы независимости в туркманистана когда был сапармурат ниазм тукман баши как он снимал он очень много снимала этих говорили что он жестокий все такое все равно я вот сейчас я думаю да вот действительно да ну как-то у него видимо выхода другого не было я так думаю вот он назначал кого-то временно испытательным сроком вот и на путствие давал вот какой-то регион его как это самое и через полгода вот совещание большой по телевизору показал я тебя полгода назад назначал а мне говорят люди говорят уже людей как не признаешь ничего уже не признаешь как ты уже даже на рынок от к людям не идешь как нормальный год это самым в общем короче говоря вот он очень много министров снимал очень много этих вот а в основном он ставил на испытательный срок даже вот это полгода испытательный срок не много не выдерживали вот полгода и страта хотя знали что испытательный срок вот понимаете я же говорю вот как дед тарас говорил наши люди говорит законность не любят абсолютно наши люди говорят слово свобода говорит принимает говорит воспринимает по-другому год они говорят свобода это значит можно воровать ограбить битка тот это вот вот когда вы про аргентину вот вы написали тоже свое так как там кто им даст права то никто они права спрашивать никто не будет приедут туда есть уже там уже там рекламу делает все-все не да и не рад так и в аргентине в испании везде короче у меня даже парнишка знакомый был из сочи он ростовский сам вот он же там давно живет жена тоже где-то около десяти лет вот испании барселоне он же стал через четыре года там директором агентства недвижимости тогда еще он продавал квартиры испании короче москвичам все такое это так это богатые это виллы мил я же говорю ну на я не знаю ну наверное по закону работал как то я не знаю как у них там он сказал что он даже вид на жительство получил там мне отправляли фотографию с этим удостоверением но я что хочу сказать никто спрашивать там разрешение не будет если нет разрешения будут работать нелегально будут работать нелегально будут своих же иди сюда короче как вот в том анекдоте я же говорю кто психиатр тот который быстрее одел халат то есть он на один день быстрее прилетел короче буэнос-айрес или другие города уже все конечно те которые иммигранты первой волны которые еще сарска времена выехал они наверняка сами наверно будут шоке от таких соотечественников наших но тем не менее это не только и я говорю что вот например это наши из россии нет из всех республик вот в анталии в алане поезжает из всех республик представители всех республик и в алане тоже риэлтора там кавычках адвокаты там все такое все вот этим вот в этой кухне в этом бизнесе поэтому ну я думаю что когда они перейдут красную палку вот эту планку да тоже наверно сделают в нже ограничение тоже наверное сам тоже недалеко то время когда тоже нашу друга да это аргентинцы самый плохая страна и преступность и все такое короче да тут все это там все подорожает если уже не подорожала вот поэтому везде наши устраивает свои законы свои закон а здесь уже видите как без же хлеба им нету мне многие мои знакомые спрашивают а мы можем свои квартиры сам про конечно можете почему нельзя это свои квартиры вы можете продать через еды в лет там госуслуги самое там если вы подтверждаете что это ваша квартира не проверяет что это именно квартира вам принадлежит продают спокойно свою из или же через доверенное лицо генеральную доверенность или же через лицензированное агентство вот вот вы спросили в комментариях откроют ли когда-нибудь туристическое внж опять будет ли как раньше я не думаю что так будет уже навряд ли навряд ли потому что тем более вы же я вам рассказал же 295 отелей решили построить видимо отельный бизнес будет процветать а когда отельный бизнес будет процветать зачем им туристическое внж давать кому-то туристическое внж тем более она не дает права на работу хотя и внж потопу тоже не дает право на работу внж потопу тоже но внж потопу видите какие вот суммы все равно может риэлтора врут но статистика есть статистика вроде я же вам сказал что первое место взяли за январь месяц 500 с лишним квартир купили но я не думаю что просто как вы написали что для как дачи наверное купили по меньшей цене ну как дачи слишком дорогая обойдется хотя если деньги есть почему бы за 50 тысяч долларов тоже можно купить если вы не же не надо так вот за двадцать тысяч долларов купи какой нибудь закуток цену кому это надо но наверняка большинство из этих 500 с лишним я думаю что где-то наверное 70 80 процентов за 200 тысяч до 200 тысяч и выше вот так купили наверняка ну почти 100 миллионов долларов за за месяц деньги у наших людей есть а вот если вот продали спрашивают большинство как деньги вывести можно ли с турецких банков на российские банки вот фейсбуке очень много таких вопросов тоже там пишут что какими-то обходными путями только атака невозможно сейчас невозможно турецких банков на российские банки вот через золотую корону как-то там делать свои какие-то хитрые мудрые ты поэтому другие страны возможно другие страны возможно например если турции не понравилось например если этого банка карты работать сначала вы должны узнать вот той стране куда вы летят будете той стране работает ли вот эта карта зерат вакив банк халк банк гарантии банк очень много тут банков какой из них там карты работают можете но в россии нет россии него не сможете перечислить не сможете перечислить деньги а наличка наличка 10 тысяч долларов а остальное верху через декларацию но на практике говорят что декларации тоже заполняют очень трудно вот на 10 10 тысяч долларов на каждого взрослого про машину спрашиваете сама как продать на сама сразу тоже его не купит здесь я же говорю здесь купить то очень легко все что хотите вот продать попробуй продай кстати я сегодня с одним дедом познакомился у него рено такой же как у меня маленькая такой у него марка какая-то 1 и 2 двигатель до трехдверный но сзади в двухдверный такой вот окажется 99 года я сначала подумал что это новое наверное завода настолько у него содержал вот и он говорит это самое я с ним разговаривался он наш таксистом работал вот эту машину хотя с магазина брал девяносто девятом году машина даже ни разу покраски не было ни разу двигатель даже не открывал это обалдеть я вообще посмотрел на бензине маленькую рено такой на мотис похож на только он двухдверный ну трехдверный если задней считать да вот на этой машине девяносто девятом году как я купил когда был говорит поступление машины я за сколько вам вот это тогда я вы купили девяносто девятом году я за сколько вы обошлось это за семьдесят пять тысяч лир ну то в то время девяносто девятом году на грубого на двухтысячном году если курс доллара было где-то два около 35 тысяч долларов человек заплатил 35 тысяч долларов это кошмар это это нечто это нечто вот он год на этой машине я как таксистом работал говорят машины сам год делаю вас как новая на ягру вы чего его не красили красили что ли зеленого света такой были и резинки мизинька все как будто только завода вышло вот и любитель есть вот такого понимаете а вот этот фолксваген и жуки как и каких-то сороковый году кстати он здесь считаетесь даже он да дорого его продают некоторые его так бежит как почти как заводском состоянии вот так вот но я у него спросили сколько это сама вот это могли это год тысяч за 300 год меньше год не отдавайте меньше год не отдавайте а здесь год захотят гадаш даром взять у нас год такой это и по квартирам тоже поговорили как квартир сейчас подачивали это мне вот мой земляк в анталии живет из москвы короток мы он тоже сказал я вчера с ним разговаривал квартир год подачивали подачивали в анталии но он тоже сейчас вот такие год экономные будут цене квартире говорит дешевые вот а вот горд маленький квартир будут наоборот гости не бюджетные говорится хотят люди бюджетные взять квартиры продавать говорит очень трудно у нас год продавать говорит чего-то год продавать этого целая история поэтому кто интересуется чтобы как продать как чё только через агентство или через доверенных лиц которым доверить доверие раздаете чернота же оформлены вот а так просто вот соцсетях выставляя туда это нельзя это сейчас контролируется это сейчас контролируется ребята но то что порядок навели наводит еще наводит еще навели я думаю для самих же людей хорошо будет где порядок там сам либерализм нет либерализма на ребята хорошим не приводит я же вам рассказывал же прошлом 90-х годов кто-то помнит если напрягу чего только было на счетчик у людей ставили там сколько разгул преступности было это было не что группировки томашний 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 это там ореховский мареховский всякие эти чего только мы не пережили какие времена мы только за такой короткий срок конечно счастья молодежи это дико как это так и у меня в республике было также и воры в законе были и положенцы были и смотрящие были преступность конечно была такая что это людям видите как людям не угодишь людям и жесткий закон не нравится людям не нравится и разгул преступности не нравится вот золотую серединку как поймать а для того чтобы золотую серединку поймать надо я же говорю еще раз для этого общество должно созреть Общество не должно пройти мимо беспредела, мимо преступности Вот тогда все будет нормально А если общество не будет на все это, наоборот, приветствовать Преступность это самое Тогда власти остается принимать, закручивать гайки Тогда власти остается закручивать гайки Когда общество, наоборот, потворствует, можно сказать Да им, как мадам пели песни Ой, вы какая красивая, ой, вы какая хорошая Ой, вы такая прелесть Ой, вы молодчик, ой, вы успешная Ой, вы какая успешная Что у нее здесь фабрика, что ли, есть, папина Или какой-нибудь там концертный завод есть, или что-то еще есть Да ничего нет, откуда, у людей вопрос никогда не возникает Откуда тогда Такие несметные такие прибыли, откуда Вот А мы приветствуем таких Мы приветствуем таких Не только здесь, я видел и в Сочи таких же Я же говорил вам, она, мадам была там Когда переехала, откуда-то из дальних, из провинции российской Вот В течение полгода И джип, и квартира, и все купила, все-все Только на то, чтобы продавать людям этот самострой квартиры И успешная Ходила уже людьми, не здоровалась уже Людьми, не здоровалась уже А мы таких приветствуем, они для нас успешные Они у нас хорошие Осуждения никакого нет Вот когда общество начнет осуждать такое А не приветствовать Тогда общество выздоравливает Вот А так, нездоровое общество Когда нездоровое общество, такое и процветает Поэтому государству приходится закручивать гайки Другого выхода нету О Потому что это уже Вы правильно написали? Это уже угроза национальной безопасности Если разгул преступности Уже угроза национальной безопасности Тут уже хочешь, не хочешь Государству приходится вмешаться А либералам что? Либералам ура, ура, все нормально Извините меня Это управлять страной Какими-то секторами Это очень большое Это надо Понимаете? Тут надо Знание иметь, волю Одними громкими словами Ничего не сделаешь Мы же это прошли Те, которые Топили за либерализм Сейчас в основном живут в Израиле В Америке В Лондоне На Лазурном берегу Нету их почти Нету Вот А здесь Здесь Все-таки надо было навести порядок Я же говорю Уже народ сам хотел Даже наши люди Сами уже говорили Что за ерунда такая? Что за ерунда такая? Вот Я имею ввиду порядочные люди Говорили уже А местные тем более Вот Так что Ну кто любит Турцию? Влюблен в Турцию Живет в Турции Вот У меня вот земляк говорит Я ему Вчера разговаривали Я говорю Может я говорю Америку махнем Он говорит Нет Я говорю Я говорю Люблю Турцию Я здесь Говорит Хочу жить Он до этого жил Ну там Приезжал В Стамбуле Вот А уже постоянно Уже прошел Уже около двух лет Нет Говорит Тем более Говорит Я здесь Говорит Маму похоронил Вот Я говорю Здесь Я говорю Люблю Говорит Турцию Ох Который человек Любит страну Он любит его Он не ищет На нем Какие-то Эти Он наоборот Говорит Это даже Хорошо сделали Что Говорит Все строго сделали Очень Говорит Хорошо Вот Такие вот дела Ребята Так что Все будет нормально Все будет нормально Но я сразу Хочу сказать Что Каждой стране Свой менталитет И обсуждать Это Осуждать Тем более Осуждать Не стоит Вот А надо Входить Именно в то положение Ассимилироваться Если уж Мы хотим Здесь жить Не хотим Жить Как у русских Есть хорошая Поговорка Вот тебе Бог Говорит Вот тебе Порох То есть Вали Короче Отсюда Вот такие дела Всем доброй ночи Хорошего настроения Пока